Всем привет! Сегодня я хочу вам показать новые покупки для дома. Покупок на самом деле очень мало, и в основном здесь у меня элементы и декор, потому что мне хочется периодически что-то новенькое, свеженькое, и новые всякие приборы для хранения, потому что мне мое хранение периодически тоже хочется усовершенствовать, назову это так, поэтому есть здесь несколько новых штучек, которые хочу вам показать и рассказать, потому что мне кажется, что они интересны и полезны. И начнем с самого первого и самого интересного, как мне кажется, на самом деле давно я уже это купила, это вот эти вот подносики в мой стол белый, у меня стол маленький, как у многих бьюти-блогеров, и я видела много разных идей, как складывают косметику в этом столе, и изначально, когда я купила стол, я также купила вот такой вот набор из трех таких подносов, здесь есть поднос берез-перекладин вот обыкновенный, а здесь также есть поднос с такими вот перекладинами, как бы с длинными двумя и тремя отделениями, и также здесь есть поднос вот с такими вот перекладинами, то есть тут есть раз, два, три, четыре и одна большая. В общем, когда изначально я купила стол, я также купила сразу один сет подноса, и у меня было немножко другое хранение, у меня там были крышечки от Glossy Box, но потом мне как-то захотелось поменять, потому что крышечки от Glossy Box, у них дно было черное, это черное дно постоянно пылилось, и плюс крышечки от Glossy Box были немножко-немножко пошире этих подносов, и за этот счет они немножко растянули мне саму шуфлятку этого стола, поскольку столы не из дерева, а сделаны из разных, из разного картона, назову это так, но не картон, а щепки разные, и что-то активное может растянуть эту шуфлятку. И я вытащила, и в свое время, если вы помните, и вы смотрели мое хранение косметики в прошлый раз, то я вам сказала, что из-за того, что мне эти крышечки Glossy Box растянули стол, я их убрала и просто всю косметику посередине именно положила без всего, без разных подносов, без ничего, для того, чтобы стол не растягивался больше, а потом одна моя зрительница, то бишь моя подруга Даша, увидела, как я складываю, что я купила эти подносы, первый сет, и она у нее такой же стол, и она купила два таких сета подносов, разложила вот у себя в таком же столике, и мне так это понравилось, я просто загорелась, короче, я ее вдохновила купить эти подносы, она мне вдохновила купить еще раз эти подносы, то есть второй сет, комплект, в общем, я купила второй комплект, получается, что таких вот шесть подносов отлично входит в этот стол Мальм, вот таким вот положением, то есть, ну, прямо вот так, и также у вас еще остается место для вот двух таких вот контейнеров с помадами, так что просто эти вот контейнеры, они просто супер, я в них, видите, как раскладывала косметику, отлично все повлезало, очень удобно, удобнее всего того, что у меня до этого было, удобнее крышечки Glossy Box, удобнее без ничего, без ничего мне вообще не понравилось, как бы, было удобно, но вместе с тем было неудобно, без ничего это не мое, в общем, вот эти подносы самое то, так что очень советую вообще не только для этого стола, для любых мест, чтобы у вас не было, если у вас, не знаю, есть какие-то шуфлядки, где у вас они низкие относительно, вы хотите какие-то способы хранения, вот эти подносы очень-очень вам советую, они действительно очень классные. Следующее, что я купила в Вике, я купила вот такой вот подсвечничек, видите, вот такой вот он, ну как, сделан под серебро, но он как серебряный, а в любом случае, для чего я купила этот подсвечник? Нет, для свечки, сюда можно вставлять большую свечку или несколько маленьких. Если вы помните, у меня вот там вот стоит тоже на столе шуфлядка с косметикой, и наверху всегда стояло такой, как, ну как это назвать, как подносик такой, пластиковый, с уходовой моей косметикой, поскольку в ванне душевой мне негде это хранить, и у меня это хранится пока, на данный момент здесь, но та штука, которая у меня стояла, она у меня предстояла где-то год, и она мне, во-первых, она начала ломаться, дно ее начала ломаться, и она мне просто перестала нравиться. Я хотела что-то поменять, и я решила, что я сначала попыталась ничего туда не ставить, просто поставить уходовые средства, но мне не нравилось, Потом я попыталась свои ходовые средства засунуть обратно в шуфлядку, потому что у меня там тоже есть поднос с ходовыми средствами, но они не влезают, потому что они очень высокие. И тогда я решила какую-то, знаете, взять плоскую тарелочку. Я искала разные виды, хотела, знаете, такую же для свечки с Икеи, только белую с кружевами, которую мне купили сейчас. В нашей Икеи, рядом с моим домом, в Икеи, которая не была, я нашла вот такую вот. Вот, а мне это тоже подходит, потому что у меня есть такие же металлические свечки, у меня есть металлический поднос с моими духами, поэтому это будет в тему на моем столе. В общем, вот в таком вот виде это все дело выглядит, все аккуратненько, главное, чтобы сейчас на меня это все не дрогнулось, аккуратненько, вот видите, стоит, выглядит это очень мило, нежно, как бы простые прямые линии, ничего замудренного. Но мне нравится, знаете, такая как-то минимальная классика, и на столике, я рядом поставила, у меня там стоит маленький такой красивый жирафик, на которого я ставлю свои колечки, а стоит свечечка, в общем, все так вместе как-то смотрится, даже очень красиво и по-новому. Так что обращайте внимание на разные подсвечники и всякие такие штуки, которые изначально, может быть, для чего-то одного, но вы их можете приспособить для чего-то другого. Это еще элемент декора, что я купила, я купила вот такую вазу, которая выглядит как обыкновенная молочная бутылка, тоже с Икеи, она стоит копейки буквально. Для чего я ее купила? Во-первых, она удобная для всего, на самом деле, как оказалось, у нее, конечно, не очень большое горлышко, но она очень удобная, но помните, вот эти мои деревянные цветы, они у меня стояли, они у меня висели на стенке в другой такой красивой керамической вазе, которую я разбила. Я мыла пол и я шваброй дернула, и она так красиво полетела вниз и разлилась, разбилась. В любом случае, я купила эту вазу, я у кого-то это увидела, в общем, купила для своих цветочков, которые стоят около моей кровати, мне кажется, очень просто, ничего особенного, вместе с тем, как-то так, знаете, ну как-то по-урбанически стильно, я бы назвала это так. В общем, мне очень нравится, эта ваза стоила буквально там что-то, ну еврик или полтора еврика, что-то типа того, она была дико-дико дешевая, но мне очень нравится, и для любого маленького букета она тоже в самый раз. Следующая покупка для дома, это уже не элемент декора, но просто такая, мне кажется, полезная штука, вот такая вот штука с дырочками. Мы ее купили для того, чтобы, когда варишь пасту, макароны или вообще что-то, что нужно сливать, у кого нету места хранить дырошлаки и тому подобное, для вас вот эта штука будет очень практичная, на самом деле, потому что ее просто ставишь на кастрюлю, берешь как бы кастрюлю какими-нибудь штуками, которыми, чтобы не обожать, и вот так аккуратно как бы выливаешь через нее воду. В общем, очень удобная штука, мы ее купили в магазине Fox Home, кому интересно, для таких, не знаю, студенческих квартир или студенческих пар, или вообще у кого как у нас нету места, я думаю, что вам эта штука будет тоже в самый раз, очень-очень пригодится в хозяйстве. Еще мы купили домой кружки, понимаете, мы же покупаем кружки примерно каждый месяц, потому что у нас какая-то кружкомания, но в этот раз это мой муж, ему очень захотелось обновить его стаканчики для эспрессо, когда к нему приходят мужики в гости. В общем, купил он вот такие вот мимишные стаканчики, ну, в принципе, это не стаканчик, это маленькая кружечка для эспрессо, ну, то есть вот такая вот маленькая кружечка, и к ней идет маленькая блюдца, маленькая блюдца, боже, слово забыла. В общем, на самом деле, очень эстетично, красиво, мило выглядит, прозрачное, что-то напоминает как в кафе, но, не знаю, как-то это что-то кофейное в доме выглядит всегда так мимишно, очень красиво. В общем, он всего купил на самом деле две, потому что обычно, когда к нам кто-то приходит в гости, они так на пару пьют, ну, то есть два человека, два мужика пьют эспрессо, но мне нравится мимишное, это тоже мы покупали израильтяне, мы это покупали в Fox Home. Между прочим, сейчас я знаю, что Fox Home, а если вы покупаете что-то одно, второе 50% скидка, так что, если вам что-то нужно, самое время. Еще мы решили поменять наши лампы около нашей кровати, потому что у нас были лампы, у которых сама ножка была из черного цвета, и она меня раздражала, во-первых, на ней видно вся пыль, вообще все, что черное, как оказалось, меня очень сильно раздражает, потому что на нем видно пыль, отпечатки пальцев, это просто ужасно. И мы хотели поменять на ближайшее время, не что-то дорогое, не вкладываться во что-то вау, потому что мы не знаем, что у нас будет в следующем доме, но хотелось другие лампы, потому что все меня просто раздражали. И мы купили такие вот обыкновенные простенькие лампы в Икее, вы их, наверное, все видели, все знаете, они не из дорогих, они вообще, по-моему, из очень дешевых, но у них нет ни материала, ничего, они просто белые, на них не видно пыли, на них не видно отпечатков пальцев, их можно протереть и пошел. И даже когда мы переедем в новый дом, если мы захотим поменять дизайн, то я думаю, что эти лампы в любом месте, где их не поставишь, в большой комнате, в другой комнате, в коридоре, они будут прикольно так выглядеть, давать такой милый свет, хотя здесь лампы у нас сейчас относительно мощные, и они дают как бы отличный свет. Вот, в общем, две вот такие вот. Мы взяли большой вариант, там есть маленький вариант, мы взяли большой. Мне очень нравится. Мне это сразу так вообще во вторге, потому что он те лампы переносить не мог, он их хоть и очень не любил, а вот эти ему прям, ну, очень нравятся. И у нас как всегда вышло солнышко, когда я вам снимаю. И напоследок я вам сегодня покажу ручную работу, но что-то тоже для дома. Вот такие вот два миленьких стаканчика. Они связаны моей подругой Настей, которая попросила конкретно мне связать такие для ванны. В одном у меня ватные диски, я положила, а во втором, ну, вы уже можете сам догадаться, палочки. Я именно хотела такой светлый цвет, не знаю, почему я люблю светлый цвет. Они одного размера, просто для палочек она более худенькая, для этого она более пухленькая. А так они одного размера, Настя мне их связала, и также я у Насти попросила, чтобы Настя мне связала к ним крышечки. У них тут такие вот милые, милая кнопочка, за которую эта крышечка держится. В общем, у меня были другие, у меня были такие корзиночки с Икей. Самые обыкновенные, вы все их, наверное, знаете, они такие тройка корзиночек с Икей. И мне хотелось что-то поменять, я хотела что-то светлого, потому что моя ванная, моя душевая на данный момент и так очень темная. Потом это можно использовать под все, что угодно. На данный момент у меня вот такое вот использование. Ну, просто очень мимишное. Настя сама вяжет все эти корзиночки, разные плетики, подушечки, коврики. В общем, все такое подобное. И вот я у нее попросила, и мне очень-очень нравится. Ну что ж, на сегодня это были все мои покупки. Все, что я вам хотела показать и рассказать. Я знаю, тут ничего такого, может быть, толкового нет, но разные такие милые маленькие вещички для дома, что может быть вам тоже будет интересно и полезно. А теперь для тех, кто из вас, кто досмотрел до этого момента, у меня есть сюрприз. Давно не было сюрпризов на моем канале, и вот пришло самое время. Я попросила Насте, чтобы для вас она тоже что-то связала. И Настя для вас связала вот такую вот прикольную корзинку. Вот такую вот корзинку, которую вы можете использовать, как вы хотите. Настя сама выбирала цвета. То есть я ей сказала, чтобы она связала на свой вкус, что ей кажется, что понравится больше всего вам, зрителю. И вот она решила связать вот такую вот белую бирюзовую корзинку, которую можно использовать абсолютно для всего. Можно здесь хранить полотенце, нижнее белье, какие-то игрушки, какие-то мелочи, даже косметику. Все, что хотите, можно... В общем, все, что хотите, это место вашей фантазии. Так что сегодня будем разыгрывать эту корзинку. Но поскольку это мой канал, и поскольку это канал бьюти и тому подобное, я решила для вас разыграть... То есть в корзинке я прибавляю вот такую вот косметичку, которую я наполнила разными бьюти-вкусностями. Для того, чтобы этот розыгрыш был более интересным, я не буду вам показывать, что есть. Тут я вам только скажу так, что здесь есть... Я уже даже не помню, что я сюда наложила. Здесь есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять продуктов. Из девяти продуктов раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь продуктов полного размера. И две миниатюрные версии. Не пробник, миниатюрные версии. А здесь есть как уход, так и декоративка. Единственное, что я вам скажу, здесь есть два уходовых средства, которые начал выпускать мой кибут. Так что мне захотелось вас порадовать и положить сюда что-то, что производится маленький вудцом. Это линейка косметики для тела, то есть уход по косметикам. Итак, правила розыгрыша будут у нас такие. Во-первых, этот розыгрыш, конечно, только для зрителей и подписчиков моего канала. Во-вторых, поскольку этот розыгрыш проходит вместе с Настей, то вы, конечно же, должны быть подписаны на инстаграм Насте. У Насти есть ее рабочий инстаграм, где она выставляет все свои работы. И розыгрыш у нас продлится до конца апреля. И в начале мая Настя на своем инстаграме сообщит, кто победитель и кто выиграл все это. И я победителю все это вышлю. Посылать буду я. Короче, это мы так у нас не каша совместная. А вы... Посылать я буду в любую точку мира, куда доставляет израильская почта. И последнее правило. Если вы выиграли, очень важно, чтобы в течение трех дней, 72 часов, вы нам ответили и прислали свой адрес. И если вы не ответите и не пришлете свой адрес, мы выберем еще одного победителя. Поскольку уже были такие случаи, что когда кто-то из вас выигрывал, вы мне не отвечали и приходилось мне за вами гоняться, как говорится. Поэтому это такое новое правило. Ну что ж, на сегодня будет все. Надеюсь, вам понравился наш такой с Настей общий сюрприз. Участвуйте, выигрывайте. И мы с вами увидимся очень скоро. Пока. Всем привет. Ну что ж, давайте поболтаем. Просто так давно что-то с вами не болтало. А сегодня, как всегда, серия из откровения блогеров. И сегодня я вам расскажу просто 20 рандомных фактов о себе.